В эфире телеканал ОПС, информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте! Региональное руководство медицинской отрасли, подводя итоги минувшего года, не скрывало удовлетворения. Наконец удалось завершить формирование трехуровневой системы здравоохранения. Достаточно стабильную и понятную. Наконец-то все наши учреждения, став государственными, по своему статусу и уровню имеют и соответствующий уровень финансирования, что тоже немаловажно. Ну и конечно мы можем гордиться тем, что многие наши доктора стали в этом году лучшими врачами года, лучшие медсестры сегодня будут награждены. Буквально перед самой торжественной церемонией, открывал которую губернатор Игорь Орлов, стало известно, что три врача по морю стали лучшими на всероссийском конкурсе «Лучший врач года». С детства ближе обращение к вам доктор, врач, медсестра, потому что, и даже сестричка, вы берете на себя нашу боль, наши проблемы и зачастую пропускаете их через свои руки, через свои сердца. Фамилии победителей всероссийского этапа станут известны после официальной публикации на сайте Федерального министерства здравоохранения, а участников встречи ждали награды. Звание «Лучший акушер-гинеколог» было присвоено заведующей женской консультацией Архангельского роддома имени Самойловой Ирине Жириевой. Проходя практику в своей районной больнице в Орманской области, проводила все дни и ночи в акушерско-гинекологическом отделении. С тех пор моя мечта к этому идти, стремиться. И после института я выбрала интернатуру по акушерству и гинекологии и ни разу не пожалела. Всего было вручено около 50 грамот лучшим специалистам своего дела в различных отраслях медицины высшего и среднего звена. Виктор Кузнецов, Илья Самароков, Панорама Севера. 26 белазов общей грузоподъемностью почти 3 тонны. Такое количество техники ежедневно будет доставлять алмазосодержащую руду на поверхность карьера. Делегация Архангельского областного собрания депутатов посетила горно-обогатительный комбинат имени Гриба. Подробнее о том, как устроено производство и когда первые алмазы из Мезенского района поступят в продажу, расскажет Елена Матвеева. Вот оно, алмазное месторождение имени Гриба. Кимберлитовая трубка, открытая в феврале 1996 года. По самым скромным оценкам, запасы этой алмазной жилы составляют около 80 миллионов карат. И это лишь предварительный прогноз. Всего добыть здесь рассчитывают более 100 миллионов карат. Верхотинское месторождение – одна из крупнейших разведанных алмазоносных трубок в мире. Уже сейчас глубина карьера приблизилась к отметке в 100 метров. Ширина воронки – полтора километра. Тяжеловозы БелАЗ исправно ввозят горную массу. В течение 16 лет карьер будут разрабатывать открытым способом. За это время добудут 58,5 миллионов карат. На сегодня мы имеем порядка 100-130 тысяч карат в месяц. На сегодня, пока на этих содержаниях, мы ее экспортируем. Экспортируем в основной алмазный центр мира. Это город Анферпен, Бельгия. Находятся они на сегодня на оценке в Гохране. И первую продажу мы ожидаем аж где-то в сентябре. На смотровой площадке карьер виден как на ладони. Гостям рассказывают, из тонны руды добывают лишь один карат. В месяц фабрика будет перерабатывать до 4,5 миллионов тонн руды. В настоящий момент работает 26 БелАЗов. 20 из них 130 тонн, 6 45 тонн, 5 экскаваторов 15 кубовых, прямая и обратная лопата. Сегодня Архангельская геодобыча – единственная в Архангельской области предприятие, использующее подобную технику. БелАЗ играючи сбрасывают руду со специального пандуса. Она будет раздроблена и по конвейеру доставлена на фабрику. Это корпус крупного дробления, где происходит приемка руды. Самое уникальное сооружение, на котором мы стоим. В России подобного никто не делал. Хотя в Европе технология уже применяется лет 20, наверное. То-то армирование грунта. И вот сама обогатительная фабрика. Кстати, гостей из областного собрания провели по ней тем же маршрутом, который 9 июня прошел президент Владимир Путин, когда открывал на Верхотине добычу алмазов. Побывал глава государства и в диспетчерской, где за процессом обогащения следят сразу несколько работников. По конвейерной ленте руда движется 24 часа в сутки. Мы работаем вахтовым методом. Две недели через две недели – это оптимальный вариант для персонала фабрики. То есть у всех есть семьи. Процесс обогащения полностью автоматизирован. За производством специалисты следят в режиме онлайн. Шумовая нагрузка в цехах фабрики довольно большая, поэтому работники ходят в специальных наушниках, ну а гостям выдают специальные беруши и обязательно памятку по технике безопасности. Уже сейчас численность работников горно-обогатительного комбината доведена до 2000 человек. Налоговое отчисление в бюджеты всех уровней составит около 30 миллиардов рублей. Все говорят, а что нам от этого всего? Вот опять там, значит, алмазы добывают, а где же деньги? Ну вот в том числе и начнется поступление в бюджеты всех уровней средств от реализации этого месторождения. Ну очень приятно, что сюда приехал президент, потому что это именно на Архангельской земле мы можем гордиться этим. А здесь зерна отделяются от плевел. Точнее алмазы освобождаются от руды, когда ее пропускают через специальный рентген. Сине-голубое и фиолетовые свечения – вот они, первые алмазы месторождения гриба. В демонстрационном зале 12,5 тысяч карат. Так выглядит российский герб, выложенный из алмазов. Здесь их полкилограмма. Не так много сейчас в России новых предприятий вводится, и поэтому приезд президента Российской Федерации – это тот сигнал к тому, что это сделано большое дело для страны. Алмазоносное месторождение гриба, как шкатулка с драгоценностями. Запуск работы комбината – прорыв не только для региона, для всей страны. Инвестиции в проект компании «Лукойл» превысили 1 миллиард долларов. Ожидается, что окупятся вложения за 6-7 лет. Елена Матвеева, Алексей Шершов. Панорама Севера. Сегодня, накануне праздника Дня России, новорожденные малыши в торжественной обстановке получили свидетельство о рождении, свои первые документы. О том, как это было, в материале нашей съемочной группы. Вот так выглядит первый документ гражданина Российской Федерации. Накануне Дня России свидетельство о рождении получили 4 маленьких архангелогородца. Среди них и двухнедельная Ева Пальмина. Ей хорошо на руках у мамы. В семье Пальминых Ева – второй ребенок. Ребенка будем воспитывать в любви и в семье. Но главное, чтобы была хорошим человеком. Умная, здоровая, порядочная. А уж кем она захочет стать, наверное, она потом решит сама. Да, а мы ее поддержим. В этот день поздравления принимали 4 семьи. Свидетельство о рождении детей молодым отцам вручил мэр Архангельска Виктор Павленко. Государство сильно семьей, детьми. И чем их больше рождается, значит, государство наше сильное. Значит, есть будущее у нашего замечательного города, у России. А вот власть обязательно должна этому уделять особое внимание. И мы руководство города, конечно, вопросам семьи, помощи семье, строительства детских садов, конечно, стараемся уделить наибольшее внимание. С каждым годом в Архангельске рождается все больше малышей. Если в 2012 году на свет появилось 4066 детей, то уже в 2013 число маленьких горожан увеличилось на 200 человек. Сегодня юбилей отмечает Андрей Чанчиков. Генеральному директору группы компании «Торговый дом Север» исполняется 50 лет. Как шутит сам именинник, у меня начинается средняя молодость. Накануне наша съемочная группа встретилась с юбиляром и его друзьями. Его рабочий день начинается в 9 утра. Андрей Чанчиков – имя собственное, синоним успеха для архангельского бизнес-сообщества. Управленец, к мнению которого прислушиваются и уважают. Как уважали Андрюху Чайникова, так коверкали его фамилию в детстве – одноклассники. В старших классах он не только главный заводила, но и неизменно староста. Я просто, наверное, был ребенком очень амбициозным. Уже тогда я, наверное, пытался перед собой ставить какие-то большие цели, к ним идти. И самое главное, я почему-то так сам в себе привил то, что надо делать до конца. Так было и когда он, 11-классник, в составе команды выиграл первенство Северо-Запада по волейболу. И когда был избран сначала секретарем комитета комсомола СМП, затем и первым секретарем Архангельского горкома комсомола. При этом 80-е Чайников – один из родоначальников дискотечного движения Архангельска. В то время он и Андрей Жданов, Алексей Понасевич, Константин Михайлов – топовые фигуры для молодежи. А их дискотека – отражение времени, культовое место. Они были лидерами, они задавали тон, это было модно. В свечке были аншлаги. У них была более передовая музыка, более современная. Естественно, там, где звучали хиты, туда шли, конечно же, в первую очередь. Это слово «первый» с Чайниковым всю жизнь. Первым в Архангельске стал заниматься серьезными коммерческими сделками. Придумал и воплотил в жизнь проект «Супермаркет-премьер». Андрей Борисович еще и флагман новых рыночных отношений. Он серьезный, пунктуальный. Мне чем-то напоминает моего папу. У него тоже всегда все по полочкам. Так вот должно быть так и так. Бизнес строится так. На работу надо ходить вот так. Организация должна быть вот такая. Всегда все разложено по полочкам. Когда-то, признается юбиляр, быть первым было важно. И добавляет. Теперь это получается само собой. Бизнес надо делать красиво. Любой проект, который был реализован до этого, он был реализован просто на пять. Вот если делать, то в конце должно быть пять. Друзья и коллеги неизменно отмечают. Чанчиков в свою работу вкладывает душу. Вообще он романтик от бизнеса и отличный друг. Человек всегда ведь очень важно, чтобы умел послушать тебя, выслушать, ну и дать, если есть возможность, какой-то совет. У него это есть. У него очень много друзей. Он сам общается практически со всем городом. Но главные люди – это, конечно, семья. В ней, говорит Чанчиков, реализуя себя на 200%. Я, наверное, как раз на данном этапе очень счастливый человек, потому что у меня получается на работе. Я ее делаю с большим удовольствием. И у меня дома все хорошо. А Чанчиков уже продумывает детали следующего своего проекта. И от чего-то нет сомнений. Сделан он будет тоже на пять. Иначе не может этот романтик с железной волей. Елена Матвеева, Руслан Симужин, Илья Сумароков. Панорама Севера. Завтра наша страна будет отмечать праздник День России. В 1990 году была принята декларация о государственном сувениритете РСФСР. В настоящее время в нашей стране проживает порядка 200 национальностей. В преддверии праздника в рубрике «Вопрос дня» мы спросили жителей города, почему необходимо проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. Нужно быть толерантным. Обязательно. К любому народу. Потому что мы живем на одной планете, куда нам деваться. Мы все равно живем бок о бок. Ко всем народам относимся одинаково, нормально. Мы многонациональное государство. Поэтому, как и раньше было, мы воспитаны, старое поколение воспитаны на старых, патриотических, национальных традициях. Толерантность быть не должно. Но должно быть национальное самосознание и приятие других наций. А толерантность? Нет, неподходящее слово выбрали. Ну, я думаю, что да. Потому что плохие люди есть в любой национальности, но больше-то хороших. Я считаю, что нужно быть толерантным, потому что все люди одинаковые. Неважно, какой национальности они принадлежат, какой цвет кожи, тем более. Да, нужно. Потому что в современный мир того требуют. Разные люди живут в разных местах. Мы должны терпимы быть друг к другу, чтобы было комфортно жить в современных условиях. Мы продолжаем нашу рубрику «Мой Архангельск». В ней любой желающий может рассказать о своих любимых улочках и памятных местах в городе. Сегодня заслуженная артистка России Алла Сумарокова рассказывает о своем сокровенном месте, который вдохновляет на новые музыкальные проекты. Архангела Городочка я уже с 89-го года. Да, с 89-го года я постоянно живу, работаю в Архангельске. И, конечно же, мое любимое место – это наша набережная. Это Успенский храм, который меня успокаивает, где я чувствую себя уверенно, спокойно. А наша матушка Двина меня вдохновляет на новые песни, на новые музыкальные альбомы. Ну, а самая особенная, яркая, так скажем, отличительная изюминка нашего города – это, конечно же, люди, архангелогородцы. Добрые, открытые, гостеприимные, очень отзывчивые. И, вы знаете, не перестаю признаваться в любви нашему городу. И буду всегда здесь жить и любить город, трудиться на благо города, на благо наших архангелогородцев. Желаю, чтобы у нас в городе всегда было тепло, уютно, чисто, красиво, чтобы звучали песни новые, рождались дети. И жизнь в нашем городе продолжалась. Городской круглосуточный телеканал ПС в рубрике «Открытый город» продолжает прямые трансляции самых зрелищных и увлекательных событий нашего города. 12 июня в День России в Центре «Патриот» в Архангельске подведут итоги конкурса «Моя гордость, Россия». В 14 часов смотрите прямую трансляцию награждения победителей регионального этапа Всероссийского молодежного конкурса. 14 июня в 12 часов не пропустите онлайн-трансляцию традиционного яркого веселого праздника «Сабантуй». В Архангельске национальный татаро-башкирский праздник плодородия отметят в 14-й раз. Он уже стал запоминающимся событием для нашего города. Прямые эфиры телеканала ПС доступны в интернете портал правдосевера.ру и весь город открыт для вас. Участники 6-го межнационального форума сменили костюмы на спортивную форму. На футбольном поле стадиона «Труд» сошлись команды правительства Архангельской области и регионального правительства Армении. Товарищеский матч прошел в рамках Дней армянской культуры. Россия, Армения, Индия и даже Нигерия. Нет, это не репетиция открытия чемпионата мира по футболу, а дружеская встреча представителей разных национальностей, которые решили сделать физкульт-перерыв в работе проходящего в эти дни Северного межнационального форума. Поддержали гостей и члены правительства Архангельской области, сменив деловые костюмы на спортивную форму. Любой результат сегодня, он не показателен, потому что прежде всего, конечно, в таких матчах это матч дружбы самый настоящий, и в таких матчах не может быть или победителя, или проигравших. Это хорошее настроение. Позитивный настрой нашей команды и умение вести игру оценил и противник, сборная представителей армянской делегации. Хоть исход встречи был и не в нашу пользу, гости поморской столицы признались, победа далась нелегко. Трудность в чем была? Трудность в том, что сильные соперники всегда нападали. В основном матч, наверное, бил не в сторону, но так получилось, что мы забили второй гол результативный. Возможность провести такой дружеский матч для обеих команд выдалась впервые. И сегодня желание переросло в потребность. Традицию надо продолжать. На северной земле все народы различных стран живут в мире и согласии. И для нас очень важно, что в рамках Северного междунационального форума появилась такая хорошая спортивная составляющая с нормальным командным духом, командной борьбой. Помимо России и Армении, в международном турнире по мини-футболу «Согласие» приняли участие гости из Узбекистана, Таджикистана, Индии и Нигерии, которые также сошлись в очном поединке. Очередная встреча в рамках Северного междунационального форума пройдет уже в САФУ, где делегации обсудят взаимодействие в сфере образования. Этим летом столица Поморья уже в пятый раз станет площадкой для битвы чемпионов международного профессионального турнира по отдельным видам безэкипировочного пауэрлифтинга. Подробнее о нем организаторы рассказали на специально подготовленной пресс-конференции. Юбилейная пятая битва чемпионов тяжелый поступью спортсменов надвигается на Архангельск, потрясая воображение людей своим размахом и поистине безграничными возможностями участников. В этом году 25 могучих атлантов успешно преодолели стадию полуфиналов, которые прошли в Австралии, Украине и Латвии. Теперь представители 11 стран ближнего и дальнего зарубежья сойдутся в схватке силы земного притяжения и попытаются вознести штангу, а значит и себя, к титулу победителя турнира номер один в мире безэкипировочного пауэрлифтинга. Есть такая таблица, называется таблица абсолютных рекордов мира, Европы, России. Так вот, если вы представляете наших спортсменов, большинство из них держателей абсолютных значений, то бишь больше, чем эти спортсмены, никто в мире не поднимал, в Европе и в России. Битва чемпионов, да, это не шоу, потому что это привычество соревнований, потому как вот на пятой битве, да, у нас статус чемпионата мира, это жесткая, бескомпромиссная борьба, это реальный старт, и люди готовятся по полгода, а то и год, чтобы приехать и показать свои лучшие кондиции именно на этой площадке. Поклонников битвы чемпионов вновь ждет невероятное столкновение силы и характера в противостоянии Кирилла Сарычева и Ласла Мезарыша, а также Андрея Беляева и Константина Поздеева. В спину им дышат другие претенденты на высшие награды, готовятся спортсмены, готовятся к грандиозному событию и организаторы. Среди них уже не первый год и мэрия Архангельска во главе с мэром города. Виктор Николаевич Павленко является председателем оргкомитета данного турнира. Этот турнир является одним из главных спортивных мероприятий города Архангельска. Мы помогаем как организационно, так и финансово. Я думаю, что если встретиться, то один из кубок мэра у нас идет вручение, которое здесь представлено. Город очень серьезно участвует. Если обратить внимание по городу, количество наружной рекламы, это нам предоставляет город. Соответственно, если выразить в деньгах, то можно понять, насколько это все серьезно в плане поддержки. И если возникают какие-то вопросы, нам оперативно помогают решать. Я очень ценю отношение города к нашему турниру. Битва чемпионов способствует популяризации спорта в целом. Она давно стала одним из брендов Архангельска и притягивает сюда гостей не только из России, но и из-за рубежа. И город благодарен турниру за это. Поэтому мэрия также прикладывает много усилий для его успешного проведения. Во что выльется труд организаторов и спортсменов, узнаем 21 июня в 16 часов. Исход битвы чемпионов решится во дворце детского и юношеского творчества. Алексей Карельский, Сергей Минин, Алексей Шаршов. Панорама Севера. По данным Центробанка, доллар на 12 июня 34 рубля 32 копейки, евро 46 рублей 47 копеек. Выпуск нашей программы завершит прогноз погоды. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу Панорама Севера. С наступающими вас праздниками и удачных вам выходных. В студии был Денис Куклин. До встречи. Погода на 12 июня. В Котласе пасмурно, дождь, ветер северо-восточный и плюс 16. В Вельске днем ясно, плюс 20 тепла. В Мирном переменная облачность до плюс 20. На Водвинске пасмурно, столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла. В Архангельске на 12 июня. Переменная облачность, без осадков, ветер переменный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 7. Днем плюс 21, 24 градуса тепла. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй, благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин